Привет, мамочки! Я Саша Сверин. В июне месяце я собираюсь на время оставить мой прекрасный, логический, тихий океан и прилететь в гости к вам, в Россию. Ищите свои города в списке и приходите на встречи для мам, поговорив о естественном и здоровом телевидении. На красный свет дороги нет. Твои глаза все скажут нет. Опять одна ничавина. Мы сегодня собираемся ехать в долину Антилоп в большие маковые поля. Там маки расцвели и огромные-огромные поля, холмы усеянные маками. Саша спрашивает, почему нельзя взбелок коровы молоко. В прошлом видео ты сказал рассказ. Молоко. Потому что это очень чуждый белок организму человека, который кроме вреда ничего не добавляет. Мы не воспринимаем коровый белок вообще никак. Он нам как вот, считайте, чуть ли не рак вызывает. И не чуть ли, а прямо в прямом смысле. Рак, сердечно-сосудистые заболевания. Причем его ни детям нельзя, ни взрослым. Это обманчивое мнение, что детям можно молоко, а взрослые его уже не воспринимают. И детский организм тоже его не воспринимает. Единственное молоко, которое воспринимает человек, это материнское молоко. Вот так. Врачи другое утверждают. Ну пусть утверждают. Конечно, их учили вот этой запудренной... И мясо тоже. Настолько система уже верит в это все, что настолько нам много лет вдалбливали рекламами. И вот эти, шоколад полный цельного молока. И там тут много вот... От молока. Отнеси. И все такое. Поэтому... Мам. Кто-то сказал из великих, что ложь бывает настолько глобально, что сложно поверить, что это ложь. Кальций ребенок берет из других продуктов. Кальций находится гораздо больше. Он не усваивается из молока. Он просто не вытягивается оттуда. Он находится в зеленых продуктах. Чем более зеленые овощи, трава, цукини и так далее, тем там больше кальция. Поэтому кальций содержится... Почему? Подумайте сами. Почему же коровы? Они не едят молоко, но при этом у них так много молока полного кальция. Откуда они берут травку? Они берут травку, а в травке кальций содержится. Ребята, у нас Макар с Василисой просто фанаты брокколи. Мы просто в пароварку кидаем соцветия на 5 минут, и они едят. То есть, в принципе, не надо сильно изощряться, чтобы приготовить детям вкусную еду вам. Покормите их, пожалуйста. Кстати, про кальций. Вопрос про кальций. Лучше вот это, чем стакан молока. Саша, чем вы питаетесь? Овощи, рыба. Вот Полина видит, чем я питаюсь. Расскажи, Полина. Я, значит, сама не знаю. Овощи, рыба, конфеты. Конфеты, да? Я без конфет не могу. Оп, смотри. Все, мы тогда поехали до Лиды-Антилок. Постараемся оттуда сделать тоже трансляцию, если там будет интернет. Хотя в таких местах часто его не бывает. Ну, постараемся. А лук у нас есть? Да, нету. Вот лук надо еще купить было. Ну, ладно, все, пока. Все, пока-пока. Я недалеко от дома находится магазин Сейфера. Это просто рай. Ты сюда приходишь и пропадаешь часа на два. Накрасишься, надушишься весь, намажешься, все перепробуешь. Но ничего не купишь. Ну, или что-нибудь оттуда. Я тестирую очень классный карандаш от Клиник. Как карандаш Тонал. Мне нравится. Зачем меня кусило? Зачем меня кусило? Давай покажем лакеринок все классные. Смотрите, новинка, короче, такая, сейчас объясню. Ты не видела, кстати? Смотри, сначала наносишь базу или топ на ноготь. Потом берешь спрей и на эту базу впрыскаешь этим спреем. Вот так. Вот, потом ты наносишь снова базу или топ сверху. Ну, то есть два в одном. И потом просто моешь руки. Смывается вот эта вся часть, а остается на ногте вот это. Прикол? Сейчас новый тренд. Так что, хватайте на уши. Да, тут есть еще такой интересный цвет. Смотри. Ну, такие белые ногти, короче. Либо розовые. Такой. Это для тех, кто торопится, короче. Вот реально очень быстро и удобно. И ровно очень наносишь. Смотри, они такие наборы. Мне очень нравится. Здесь, как бы, база. База, сушилка. Свет можно выбрать. И можно выбрать, да, самому цвету. Поставить сюда любой цвет, какой ты выбрал. И получается, все наборы из четырех. Как там твоя новая семья. А может, даже и не обернешься. Может быть, при встрече ты расскажешь. Как там твоя новая семья. А может, даже и не обернешься. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!